Сегодня мы с вами полноценно поговорим о российских потерях. Сколько они составляют, какой там диапазон, чем отличаются безвозвратные потери от возвратных потерь, и о чем нам в принципе это говорит. Потому что разговор о потерях в вакууме, он пустой. Важно же не только, сколько теряют российские войска, но и сколько могут восполнять. Насколько хорошо все с притоком добровольцев, какие у российской армии есть проблемы, и как это в конце концов влияет на фронт. Мы будем рассматривать с вами и статистические данные, и прикидки оценки, и, собственно, мнение самих Z-каналов. Потому что, безусловно, это один из качественных и основных источников по поводу российских потерь. Ну, потому что мы понимаем, что другие страны, особенно Украина, на которую напала Россия, которую Россия пытается уничтожить, она может быть несколько более позитивна для себя в оценках российских потерь. То есть, видеть их больше, чем их есть на самом деле. Западные аналитики также могут быть, что называется, преследовать какие-то свои интересы. Тех, кто занимается подсчетом российских потерь в медиазоне, я знаю лично, но вы не знаете. Поэтому вы тоже можете считать их какими-нибудь предвзятыми. Но в любом случае вряд ли вы будете считать предвзятыми Z-каналы. По крайней мере, предвзятыми в сторону того, чтобы насчитать побольше российских потерь. Поэтому мы, безусловно, будем пользоваться и их оценками. Не с точки зрения абсолютно цифр, а с точки зрения того, как они описывают ситуацию на линии фронта. И с потерями среди российских войск, и с притоком новых людей. Поверьте, там все совсем не так, как об этом рассказывает официальная российская пропаганда. В общем, я пробую выпустить такой самый большой гайд по российским потерям. Точнее, не большой в плане объема, а самый комплексный с точки зрения того, сколько Россия теряет человек. И насколько сильно это отражается или не отражается на фронте. А вы можете поддержать этот ролик вашим лайком, комментарием или подпиской на канал. Начнем, конечно, с роликов, где подробно описывается различная проблематика российской армии с небольших таких зарисовочек. Вот, например, что говорит военкор Андрей Руденко про то, как используют калич полки. То есть, люди, которые недолечены, люди на костылях, почему их используют и как их используют. И что кругом в российских докладах вранье. Вот, что говорит об этом военкор Андрей Руденко. Происходят моменты, как с ребятами, которых раненых хотели закинуть на передовую. О которых сейчас все говорят. Неприятная, конечно, новость неприятная. Враг этим пользуется. Но как об этом не говорить? Как об этом не говорить? Слава богу, что подняли эту тему. Потому что, опять же, вранье идет, вранье, мест, пишут, все хорошо, укомплектован и так далее. Оказывается, не укомплектован, оказывается, раненые. Ребята их вытаскивают, чтобы доукомплектовать. Под суд надо таких командиров, которые набрехнет строить свои карьеры. Подонки, которых надо сажать. Даже несмотря на их какие-то регалии и так далее. Венкор Романов отвечает, что на Харьковском направлении бои, которые затеяла Россия, для нее очень и очень с высокими потерями идут. Давайте послушаем его. Очень высокая цена у Волчанска. Очень высокая будет на выходе цена у Волчанска. То есть, летит что-то. Цена уже достигла треть Авдеевки. Треть Авдеевки, то, чтобы вы понимали, в Авдеевке только убитыми было около 16 тысяч человек. По крайней мере, об этом сообщал зет-солдат, который прям воевал на фронте, Мурс. Однако, после этого заявления его начали травить непосредственно из Министерства обороны и коллеги Владимира Соловьева. И в итоге он покончил с собой. Ну, что называется, сожалеть особо не о чем. Но, значит, треть Авдеевки с того момента это закрепилось как вот примерно уже, соответственно, есть там тысяч пять погибших, ну и, соответственно, десятки тысяч раненых. По крайней мере, если верить Романову. А почему, собственно, зет-каналы так неохотно говорят о потерях и так редко, помимо очевидных причин, например, там боятся посадки или убийства или вот того, что произошло с Мурзом, рассказывает абсолютно откровенно на голубом глазу Александр Куц. Почему СМИ не говорят о наших потерях на СВО? Очень просто. Потому что по закону, юридически, законодательно, информация о потерях в невоенное время – это информация, составляющая гостайну. У нас невоенное время, у нас специальная военная операция, а не война, у нас нет военного положения. Поэтому потери вооруженных сил – это секретная информация, которую разглашать – это, значит, уголовный срок. Если эту информацию озвучивает Министерство обороны или Верховный главнокомандующий, мы эти сведения ретранслируем. Озвучивать сами, даже если у нас есть какая-то информация, мы юридически не имеем права. Так что вот, исходя из такой рамки, они довольно редко говорят про потери, даже когда им это известно. Да и большинство зет-каналов, как правило, пишут в периоды отчаяния и всего прочего, что мы рассказываем вам только 5% от того, что реально происходит на поле боя. Но как же тогда потери российской стороны посчитать? Собственно, этим занимается медиазона, и у них есть свой метод, который они довольно подробно описывают. Что этот метод отличается от основного подсчета. Основной подсчет, напомню, это что они просто по некрологам, по постам в соцсетях и по всему остальному физически подсчитывают, сколько их появляется. Таким образом, появилось уже под 60 тысяч. То есть 60 тысяч погибших с российской стороны – это на 100% верифицированная информация. То есть и на каждого из этого погибшего есть некролог. Известно, кто он, что он, и зачастую даже известно, в каких войсках он служил и где погиб. Поэтому 60 тысяч человек – это минимум. Реальная цифра, конечно, выше. И, собственно, рассчитать эту цифру, которая выше, и пробует медиазона. Вот 58,2 тысячи человек на момент публикации – это те, кто есть в нашем письменном списке, пишут они. То есть это ручной подсчет по открытым источникам. Оценка реального числа потерь сделана на основе этого, очевидно, неполного списка и данных из реестра наследственных дел, пишут они в своей публикации. По нашим подсчетам, к июню 1924 года на войне погибли около 120 тысяч солдат с диапазоном случайной ошибки от 106 до 140 тысяч. Оценка по реестру наследственных дел включает в себя всех погибших, а не только тех, кто оставил наследство. То есть это вся смертность. Подробнее об этом методе можно почитать в их статьях, посвященных этому методу на конец 2023 года. По нему они насчитывали 75 тысяч человек погибшими. Так как сбор данных из реестра занимает значительное время, сейчас, пишут они, они пользуются оперативной оценкой. Подробнее о ней можно узнать как раз в публикации, которую вот они недавно выпустили. Но по итогу в их публикации выходит, что Россия потеряла уже убитыми 120 тысяч человек, и сейчас потери, точнее безвозвратные потери, потери убитыми, составляют 200-250 человек в день. Чтобы привести к какому-то некому общему знаменателю для международной сцены, что называется, в своей подсчеты, публикует журнал «Иконамист», один из немногих оставшихся адекватных западных источников, который за основу в том числе берет и подсчет «Медузы». Россия не разглашает количество своих убитых солдат, пишут они, или раненых с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Но различные источники предполагают, что недавно она перешла новый рубеж. Они предлагают «Иконамист-4» диаграммы, которые наглядно демонстрируют эти самые потери. Давайте же на эти диаграммы взглянем вместе. Первый график оценивают официальные и неофициальные источники с течением времени. Последние данные, опубликованные 5 июля, «Медиазоной» и «Медузой» двумя независимыми российскими СМИ предполагают, что число погибших в России превысило 100 тысяч, а к 21 июня погибло от 106 до 140 тысяч человек. Большая часть их анализа основана на записях о наследованиях и некрологах в социальных сетях, а также, помимо социальных сетей, некрологи в региональных СМИ. Однако их данные 6 февраля основаны на тенденциях, поскольку доступ к официальным записям был запрещен российской стороной, что скорее свидетельствует о том, что данные, которые собирала «Медиазона» вместе с «Медузой», что эти данные были соответствующими действительности, иначе бы зачем их было закрывать. Их число в целом согласуется с другими недавними источниками, пишет «Экономист». Официальные лица во Франции недавно называли общее число в 150 тысяч погибших к маю. А BBC Раша считает, что к июню умерло не менее 113 тысяч россиян. Оценки «Медиазоны» и «Медузы» можно также отобразить по неделям. Их данные показывают заметные всплески российских потерь во время украинского контрнаступления летом 2023 года и после боев за Авдеевку и Часов-Яр. Эти данные не включают украинцев, завербованных Россией с оккупированных территорий. Поэтому на самом деле потери российские могут быть сильно выше. Они также не включают российских солдат, которые были тяжело ранены и не могут вернуться в бой. То есть, вот, например, те, которых мобилизовывали самопровозглашенных ЛНР и ДНР, не включены в этот реестр наследственных дел, насколько я понимаю. А там тоже достаточно много погибших, поэтому сумма может быть выше на десятки тысяч человек на самом деле. Грубые расчеты, основанные на просочившихся документах из американского Министерства обороны, пишет экономист, предполагают, что, вероятно, на каждого убитого в бою приходится около трех-четырех тяжело раненых российских солдат. Это бы означало, пишет экономист, что количество выбывших из российской армии солдат начинается с планки в 462 тысячи человек и доходит до планки 728 тысяч российских солдат. Больше, чем предполагаемые силы вторжения России в феврале 2022 года в принципе были. Французские и британские официальные лица подсчитали, что к маю около 500 тысяч россиян получили тяжелые ранения или были убиты. Соответственно, это соотносится с подсчетами экономиста. Третья диаграмма показывает влияние этих потерь на демографию России. Вы же знаете, что российская сторона, Владимир Путин из этники, рассказывает постоянно, что война эта ведется для величия России. Ну, они уже не рассказывают про демилитаризацию, демилитаризацию, боевых комаров и прочее. Так как спрос на эту ахинею сильно снизился. Они рассказывают, что это ради величия России, ее геополитической мощи, ради гордости и всего остального. Так вот, гордость заключается в том, что Россия теряет самую важную для демографии категорию населения. Конечно, теряет и Украина, и про Украину мы тоже чуть отдельно поговорим. Но должно ли от этого быть легче России россиянам и родным и близким тех, кто погибает в этой мясорубке? Итак, вот влияние на демографию России. Наибольшие потери были среди людей в возрасте от 35 до 39 лет. 27 тысяч из которых, по оценкам, были убиты в период с февраля 2022 года по июнь 2024. Но в процентном отношении к мужскому населению России потери среди людей в возрасте от 45 до 49 лет были самыми серьезными. Последние оценки, пишет Икономист, показывают, что примерно 2% всех российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет могли быть убиты или тяжело ранены в Украине с начала полномасштабной войны. Потери России в Украине с 2022 года затмевают число жертв всех ее войн со времен Второй мировой войны вместе взятых. Тем не менее, западные официальные лица и аналитики предполагают, что тяжелые потери вряд ли повлияют на поставку живой силы в России в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В июне New York Times сообщило, что американские официальные лица подсчитали, что страна способна набирать от 25 до 30 тысяч солдат в месяц. В свою очередь, я хочу заметить, что это полный булшит, который я буду опровергать в этом же ролике. Что касается украинских потерь, то они по просчетам различных аналитиков где-то в полтора раза ниже, чем российские. Это все еще очень большое количество людей. И, как известно, Украина теряет лучших людей, в отличие от России, которая посылает действительно маргиналов, преступников и кого только нет. Однако по украинским потерям я не большой специалист, есть большое количество различных аналитиков внутри самой Украины, которые подсчитывают их потери. Однако и западная позиция, и позиция внутри Украины у тех, кто подсчитывает потери похожими методами, как, например, медиазона, они как раз приходят к вот этим цифрам, которые меньше где-то в полтора раза, чем российские потери. Ну и понятно, Россия штурмует лобовыми атаками, часто ходит в наступления, в которых теряет огромное количество людей, потому что наступает не тактически, а чисто мясом. И поэтому у России, конечно, потери превышают украинские. При этом, собственно, почему в полтора раза, а не, например, в три раза? Потому что в наступлениях, как правило, вот что происходило в Авдеевке или что происходит в Часовом Яру, Россия, как правило, теряет в пропорции 1 к 3, 1 к 4, то есть на каждого убитого украинского солдата 3-4 российских, а иногда и гораздо больше. Но из-за того, что у России достаточно большое количество авиабомб, у России достаточно большое количество ракет, у России гораздо больше возможностей авиационных, из-за этого Россия, к сожалению, действительно часто наносит удары по украинским военным. И поэтому общие суммарные потери за всю войну примерно 1 к 1,5. Ну, а что касается российских рассказов про 500 тысяч погибших украинцев, ну, это ахинея просто, которая 10 тысяч раз опровергнута, это просто такого не бывает. Ну, то есть нет ничего, что подтверждало бы такие потери. Причем и Z-каналы, когда пишут, говорят, что Россия теряет больше людей и ходит в местные атаки. То есть нет ни одного способа опереться хоть на что-то для того, чтобы обосновать потери даже погибшими 400 тысяч человек с украинской стороны. Я помню разочек Россия запускала фейк про то, что якобы абоненты Киевстара, по-моему, что там типа Киевстар якобы запустил рекламу, где вот отправьте что-то там... Короче, рекламу, что вот 400 тысяч солдат украинских погибло, отправьте им, не знаю, слова сочувствия или что-то такое. Но оказалось, что это просто фейк выдуманного, еще никогда такого в Киевстаре не было. И придумывает это просто российская сторона, и этот фейк был опровергнут типа за 15 минут. Поэтому это просто является ахинеей, несоответствующей действительности. Но чего мы только от России не слышали. Я помню середину 2022 года, когда Россия сказала, что уже нет в Украине вообще солдат, и что там одни наемники, значит, везде американская речь. Почему-то в тот момент очень темнокожие взволновали Z-каналы, и они там две недели реально вплоть до Скобеева с телека рассказывали, что вот мы воюем, а там одни темнокожие. Конечно, это тоже все было неправда. Есть отдельные добровольцы из Америки, темнокожие тоже есть. Но, конечно, в основном воюют храбрейшие воины ВСУ. Я знаю их лично в том смысле, что мы с ними коммуницируем, с частью из бригад, по сборам, которые мы с вами для них собираем. Поэтому могу запротоколировать, что общаюсь с большим количеством украинских военных, и да, это украинские военные, которые героически защищают свою страну. Число жертв с обеих сторон, конечно, будет продолжать расти. Военный трекер Экономист показывает, что в июле произошли одни из самых интенсивных боев с начала полномасштабной войны, то есть тенденция к усилению противостояния сохраняется. Ну а вот что про российские потери и проблемы с личным составом пишут Z-каналы. Один из наших любимых, филолог в засаде, которого довольно часто прорывает, и который находится непосредственно на войне, а не на диване, в отличие от многих других его коллег, типа там какого-нибудь Коца, Поддубного и Сладкова. Вот что он писал не так давно. Казалось бы, в Министерстве обороны наметились изменения. К чему тогда эмоционировать под руку как новому министру, так и ответственным товарищам, в том числе и с ДВКР. Процесс же вроде бы пошел. Но есть нюансы, пишет он. Во-первых, имеет место чисто субъективный фактор. Извините, но накопилось уже столько всего, что крышечку подрывает, поэтому не всегда получается сдерживаться. Во-вторых, учитывая закостенелость системы, присутствует объективное опасение, что наметившимся подвижкам не дадут зайти настолько далеко и глубоко, чтобы кардинально что-то изменить. Конкретно по темам, в которые я погружен, вынужден привести следующую показательную цитату. Только на моих глазах, только за два дня и только на южном фланге положили 200 необстрелянных мужиков. Неделя в части, неделя на полигоне и вперед на неподавленные огневые точки. И никто за это не ответил. Больше скажу. Наш потрепанный полк, в котором активных штыков человек 250 осталось, снова пойдет на штурм. Задача по полям идти на... Дальше, ну, засекреченный типа. И снова всем понятно, что это будет отвлекающий удар. У меня уже слов нет. Одни маты, один ничего не поменяется. Приведенный пример, пишет филолог в засаде, типичен. Это не эксцесс, не системная практика на самых разных участках. Я об этом говорю настолько же регулярно, насколько меня самого покидают цензурные оценки происходящего. Сейчас же, отрешаясь от эмоций, констатирую цензурными словами, что данный пример высвечивает целый комплекс взаимосвязанных и взаимонаслаивающихся проблем. Изначально слабая подготовка вновь пребывающего личного состава ввиду неадекватно сжатых сроков обучения. Отсутствие практики постепенного погружения пребывающих в пополнении в боевую работу. Отсутствие практики наработки группового слаживания пополнений с опытным личным составом. Отсутствие практики регулярных ротаций боевых частей на передовой с выводом на докомплектование и дообучение на тыловых полигонах. Отсутствие системной практики передачи боевого опыта ввиду отсутствия регулярных ротаций. Профессиональная деградация боевых частей ввиду стачивания опытного костяка и размывания состава боевых частей слабо подготовленными пополнениями. Неудовлетворительная организация боевой работы, в том числе в части комплексного обеспечения наступательных действий. Избыточные и неоправданные потери ввиду неудовлетворительной организации боевой работы. Неадекватно сжатые сроки подготовки личного состава в силу необходимости непрерывного пополнения действующих частей ввиду тяжелых потерь. Избыточные потери ввиду слабой обученности пополнений Постановка неадекватных численностей и возможностей действующих частей боевых задач Избыточные и неоправданные потери ввиду постановки неадекватных боевых задач Избыточные и неоправданные потери ввиду сомнительных тактических решений Отсутствие ответственности командного состава за избыточные и неоправданные потери Безответственное отношение значительной части командного состава к сбережению личного состава ввиду отсутствия ответственности за избыточные и неоправданные потери. Прямой материальный ущерб государству ввиду избыточных и неоправданных потерь. Формирование нездорового морально-психологического состояния личного состава в действующих частях по совокупности указанных причин. Максимально безэмоциональный доклад закончил, пишет он. Если вдруг у Белоусова получится, ему надо будет ставить памятник, однозначно, заключает филолог в засаде. Извините за настолько пресный текст, но вот таков он слог Z-авторов. Недавно Кашеварова писала после большого скандала о недолеченных солдатах, которых отправляют на передовую. Почему, задается она вопросом, недолеченные бойцы попадают на передовую? Все из-за того же, из-за левых отчетов, которые скрывают реальный расклад сил и количества личного состава. Из-за отчетов, что все сходили в отпуск, что контрактников и добровольцев пришло больше 500 тысяч. Хоча мы помним, пишет Кашеварова, как набирали контрактников, заставляли мобилизованных просто подписывать. Из-за реальной нехватки бойцов на фронте, пишет она. Кто-нибудь из военных экспертов скажите, сколько у нас сейчас взвод по численности, сколько рота, батальон, сколько полка, сколько дивизия. У нас может быть взвод три человека, а сотню полк, а дивизия меньше тысячи. Но в докладах не пишут реальные цифры, говорит Кашеварова. Пишут батальоны, бригады, дивизии. А то, что наименование не отражает численности, в это уже никто не углубляется. И сейчас новое руководство министерства пришло в мыльный пузырь. Вероятно, что в растерянности не знают, за что хвататься, пишет Анастасия Кашеварова совершенно недавно. Абсолютно лояльная, абсолютно зет, так сказать, представительница вот этой вот всей среды. Не какая-то там либералка или западный агент. Хотя, думаю, ее тоже скоро посадят. Моя ставка была, что после Стрелкова она следующая. Поживем, увидим. В любом случае складывается ситуация, и вы ее наблюдаете, недостатка личного состава и больших потерь, о которых пишет филолог в засаде. И здесь закономерен вопрос. А может быть, все эти гигантские потери Россия умудряется восполнять? Потому что важно же не сколько ты потерял, а важно, насколько у тебя остаются боеспособными подразделения, есть ли у тебя постоянный приток кадров. И вот здесь мы переходим к большой следующей теме, которая заключается в вопросе, а сколько человек приходит в российские войска. Западные издания часто любят отвечать, что 25-30 тысяч. В чем проблема? Проблема в том, что они просто повторяют за Дмитрием Медведевым. Буквально. Дмитрий Медведев, говорит, пришло за прошлый год 500 тысяч, а сейчас вот за этот год 190 тысяч. Он просто берет 30 в месяц и умножает на количество месяцев. Учитывая, что Дмитрий Медведев и другие официальные лица Российской Федерации врут вообще во всем, то мне странно того, что кто-то верит хоть во что-то, что они говорят. Потому что нельзя, кстати, говорить, вот здесь соврал Медведев, вот здесь соврал Медведев, вот здесь соврал Медведев и российская армия. А вот здесь, наверное, говорит правду, когда рассказывает, как приходят 25-30 тысяч человек в месяц. Но как узнать, сколько приходит? Как узнать, сколько приходит точно, я вам не скажу. Но я могу попробовать доказать вам, почему те цифры, которые называет Дмитрий Медведев, не соответствуют действительности. И даже не в том доказательство, что пишут, что недоукомплектованность всего этого, а в том, что не происходят изменений, которые происходили бы при настолько большом пополнении российского личного состава. Ну, например, есть мобилизованные. Их мобилизовали в сентябре 2022 года. Это потенциально очень опасная история для российской власти. Как вы помните, мобилизация вызвала бурю негатива. И до сих пор большое количество родственников этих самых мобилизованных недовольны тем, что происходит. Потому что мобилизованные на передке уже, ну, не обязательно передке, но в российских войсках уже больше 20 месяцев. И они задают разумный вопрос. Дмитрий Анатольевич Медведев, а также Владимир Гнидович Путин. Как же так происходит? Если вы набираете столько контрактников, какого хера мы, мобилизованные, типа продолжаем сражаться? Не говоря уже о том, что мобилизованным обещали, что они не будут на первой линии и вообще все это ненадолго. Однако этих мобилизованных никуда не убирают. Но об этом мы еще поговорим сейчас. Но до этого интересная деталь. А зачем заключать бесконечные контракты и обманом заманивать людей в армию, если у вас столько людей, которые добровольно готовы воевать? Ну вот, например, еще один пост нашей любимой с вами Кашеваровой про неразрывность контракта. Она приводит несколько цитат людей, которые к ней обращаются. У нее же там целая организация по помощи российским военным. Я вернулся домой, потому что у меня контракт закончился. Они меня в Сочи объявили, то есть самовольное оставление части. Командир заставляет меня идти в разведку, а у меня вчера контракт закончился. Я написал рапорт, а он смеется. Помогите. Никто не предупреждал, что контракты продляются. Одни слухи на эту тему. Я уже писал президенту в прокуратуру, но одни отписки, вы моя последняя надежда, приводит Анастасия Кашеварова цитаты многих разных военных. И дальше пишет. Для тех, кто живет в розовом мире, контракты Министерства обороны автоматически продляются на время СВО. Это указ. Причем это совсем не нововведение. Контракты продляются с сентября 2022 года. Мобилизованные также служат до окончания СВО. Так что, ребята, снимите все свои розовые очки, читайте, что вы подписываете. Интересуйтесь, чтобы потом не ныть мне на почте и сопли не размазывать. Я уже не знаю, как вам объяснять. Одно и то же, Талдычу, третий год, и все равно живете, как Агафья Лыкова. Даже не пытайтесь документы прочитать, изучить. Включайте мозги, народ. Да, бывают приказы ДСП, которые еще и не откопаешь. Но когда речь идет об указах, которые опубликованы, о которых 300 раз объявляли и говорили, странно жаловаться на отсутствие информации. Публикую ролик, который с матом и очень жесткий, но он правдивый. Там довольно смешной ролик. Там фрагменты сериала Brooklyn Nine-Nine. Один из самых смешных сериалов на свете. И там он переделан под типа российских контрактников и все такое. Ну, там, поскольку на английском и с переведенными веселыми субтитрами, захотите сами зайдете, посмотрите. В любом случае, там как бы смысл в том, что никто никакие контракты разрывать не будет. Его сделали сами фронтовики, говорят Кашеварова, для летящих сослуживцев, которые думают, что сейчас в штабе посидят или в арте, или еще где в тылу, а потом сразу станут элиты и героями. Нет, это война. Это не место для инфантилизма и розовых соплей. Может, так запомните, что контракт нельзя разорвать до окончания СВО и документы, которые подписываешь, нужно читать. Интересно, кому она это обращается в том смысле, что как бы она рекомендует не идти в российскую армию, я так понимаю. И это мы всячески поддерживаем. Но если контрактникам, ну, то есть их обман, то есть контракты, которые они заключают, они, как правило, на полгода или год, но их фактически обманом продляют, потому что, как признает Кашеварова, им никто не рассказывает про то, что этот контракт нельзя будет там по его окончанию уйти домой. То есть фактически, если у вас есть приток добровольцев, больших, мотивированных, которые готовы все это делать, зачем вам обманом затаскивать? Ну и теперь к мобилизованным, конечно, потому что их тут эта история с контрактом не касается, они ничего не подписывали, их просто взяли и сказали, ты идешь воевать за Владимира Путина. Они, конечно, могли отказаться, и мы с вами знаем, что стоимость такого отказа была 5 тысяч рублей, все официально, просто не прийти по повестке на тот момент стоило 5 тысяч рублей. Но нет, эти люди взяли автоматы и пошли на войну. Ну вот что пишет канал «Окопная грязь» про демобилизацию, потому что, ну, демобилизация – логичное требование со стороны самих мобилизованных, со стороны их жен, потому что если у вас столько контрактников, пожалуйста, демобилизуйте нас. Какого хера 30 тысяч человек? Их сейчас уже меньше там поубивали кучу, коллегами стали кучу. Ну вот, значит, какого хрена вы нас держите, если у вас так много добровольцев? И вот что пишет этот канал. Никакой демобилизации, призванных по повесткам или замены людей, которые воюют уже третий год, нет и не будет. Это политика государства. Здесь все банально до боли, я не перестаю угорать с мобиков, которые до сих пор рисуют себе какие-то прогнозы и ставят дедлайны, после которых всех обязательно сменят, и мы поедем домой. Чтобы поменять несколько сотен тысяч бойцов с фронта, нужно как минимум столько же новых бойцов. Никакой набор по контракту с его скромными цифрами в несколько тысяч в течение месяца приоткрывает завесу тайны на реальное количество добровольцев, не перекроет такие ротации. Это возможно сделать исключительно при помощи новой мобилизации. Никто не будет в здравом уме менять уже получивших огромный боевой опыт людей, которые еще эти несколько лет сами себя кормят, сами себя одевают и обувают, на толпы ничего не умеющих раздетых и почти немотивированных воевать вчерашних зевак с улицы. А ведь мобилизация – это еще и в первую очередь огромное социальное напряжение. У нас сделали ставку на то, чтобы воевать с минимальными рисками для стабильности общества. Правда, для этого придется взвалить всю ношу войны на пускай небольшое, но абсолютно закрепощенное количество своих граждан. Ничего, потерпят солдатики. Солдатики терпят. Солдатиков остается с каждым месяцем меньше. Рано или поздно солдатиков, которые сильно устали и подпишись за несколько лет, вообще не останется, и менять будет уже никого и не нужно. Не исключаю, что когда процент подзававшихся будет близиться к минимальным значениям, какую-нибудь Филькину церемонию с увольнениями проведут, и уцелевшие в мясорубке войны в массе своей, такие как ятоловые креветки, поедут курить бамбук на гражданке. Дорогие мои гражданские слушатели, добавляет он, ваша б***ская жирная жизнь обеспечена гнутыми спинами крепостных, не потому что они там за что-то воюют. В это никто не верит, просто вы не на их месте. Просто не работает в нашей стране маховик постоянной мобилизации, как у врага. Просто вас не заталкивают в бусики посреди белого дня и не бросают в пекло войны. Правильно это или неправильно, об этом потом в умных книжках напишут умные дяди. А пока они не распрямили своей раскорячки, не принялись портить бумагу своим п***ом, наиболее точное мнение обо всем этом будет выражено одним предлогом, одним существительным и одним междометием русского языка. В п***у, б***ь, заканчивает он свой пост. Ну, как вы видите, на самой войне все эти рассказы про то, что 190 тысяч набрано за полгода и так далее, воспринимаются с большим-большим скепсисом. Ну, а то, что эти люди могут в любой момент перестать быть так называемыми крепостными, как их называет сам мобилизованный, это, видимо, до них не доходит. Ну, вот в Первую мировую как-то дошло, а здесь, видимо, не особо. Ну, а всех утомивший Дмитрий Медведев, который рассказывает про 190 тысяч, то есть по 30 тысяч людей в месяц, вызывает, скорее, раздражение в войсках. И задканалы, и объективная реальность показывают, что, конечно, это не настоящая цифра. Поэтому меня так бесит, когда западные издания начинают ее приводить. И чтобы еще больше аргументов, это помимо того, что не демобилизует мобилизованных, помимо того, что бессрочные контракты, я обращу внимание вот еще на две каких вещи. Все больше обращений от отправляемых на передовую фактически коллег, людей с инвалидностями, людей недолеченных, о которых рассказывала Анастасия Кашеварова. И вы наверняка видели вот этот нашумевший ролик, я про него тоже рассказывал, но можете посмотреть, если пропустили. Я там собрал много-много случаев, где рассказано как раз про таких коллег, которых отправляют фактически на передовую. А вот то, про что мало говорят, это про то, что мигрантов, которых ловят на этих облавах, вы наверняка слышали облавы на склады Вайлдбери, Сазона и так далее, этих мигрантов вместо депортации отправляют на войну. Вот рассказ одного из таких мигрантов, который рассказывает, что его повезли якобы на депортацию, а на самом деле на войну. Я попал через облаву, потому что я работал на стропе, меня оттуда забрали, привезли в отдельность ночью. И ночью они проверили, что так не было просрочено. Они сказали, депортация, вот хорошо. Но я ждал до вечера, и машина приехала, может, у меня депортива. Ну, оказывается, меня забрали и увезли. Просто увезли, ничего не говоря, куда, как, что, все. А то, что облавают, это всех минут, сейчас везде проверяют, кто нарушение, у кого-то там что-то не так. Вот, например, сразу. Даже есть такие случаи, у кого гражданство есть, российские, их могут лишать. И все, и депортируют. И вот меня забрали, отвезли на машине. Я думал, может, в аэропорт везут? Обычно через Москву, вроде, в аэропорт. Не знаю точно. А я оттуда попал в Воронеж. Вот. В Воронеж. Из Воронежа опять ночью, я ночью, только ночью еду, но не еду ночью. Привезли Воронеж ночью, сидел в какое-то место, и опять ночью я стою, ночью опять машину, как в этот Урал. Вот. И оттуда сразу сели, и я не один уже в этой машине был. Там был еще почти всего вместе нас было 20 человек. Но все русские были, а я тоже не русский. Вот. И оттуда нас отвезли. Нам не говорят, что это только ночами мы едем. По ночам. Мы не едем, мы не знаем, не видим, куда мы едем, не видим ничего. И в конце концов, когда мы приехали, это где-то в 6-7 часов мы ехали. Это ночью. Где-то в 11 часов мы приехали в лес. Это оказывается под Луган, сколько же мы. Что можно сказать по итогу всего этого? Важно не сколько, Россия теряет людей, а это очень много. Россия потеряла уже больше 120 тысяч солдат. Я-то склоняюсь больше к цифре в 150 тысяч человек погибшими, но мне нечем ее обосновать, я не являюсь экспертом, поэтому остановимся на экспертной цифре в 120 тысяч погибших и, соответственно, там под полмиллиона, ну, больше полумиллиона в целом общих потерь, то есть тяжелораненых, да, в принципе, серьезно раненых. Но при этом главный вопрос это насколько России удается восполнять эти потери, насколько России удается восполнять потери в 200-250 человек в день. И вот с этим у России все больше и больше и проблемы. Реальная, я думаю, прибавка, причем не думаю, что она сейчас сохраняется на этом уровне, но реальное пополнение российских войск осуществляется где-то на 10-15 тысяч в месяц. При этом в основном это срочники, которых вербуют и, соответственно, люди там под уголовными преследованиями и так далее. Я не думаю, что есть большое количество добровольцев, которые добровольно приходят в военкомат и подписывают контракт. После всевозможных детальных описаний того, что ждет людей на фронте, которых уже много, в том числе и в Зетканалов, таких желающих как будто становится все меньше и меньше, и мы видим освидетельство этого непосредственно на самом фронте. Людей там не хватает. Причем при пополнении, если бы за прошлый год пришло 500 тысяч только добровольцев и 190 тысяч за этот, то, конечно, такая группировка бы там уже гораздо дальше продвинулась, чем она на самом деле продвинулась. Вот так выглядят российские потери. Пишите ваше мнение в комментариях, помогайте каналу на Патреоне, ну и, собственно, поддерживайте видео вашим лайком и подпиской. С вами был Майкл Наки и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok